что за ними. И, соответственно, мы вас традиционно приветствуем в прямом эфире. Сегодня он у нас будет с профильным специалистом. Тоже по доброй традиции мы выходим в эфир из эндокринологического научного центра МИЦ эндокринологии Минздрава Российской Федерации. И сегодня мы побеседуем с большим удовольствием и уважением с ведущим научным сотрудником, кандидатом медицинских наук, эндокринологом и офтальмологом ЭНЦ МИЦ эндокринологии Минздрава Российской Федерации Еленой Григорьевной Бессмертной. Елена Григорьевна, добрый день. Добрый день. Ну, во-первых, я вас поздравляю с профессиональным праздником. Желаю, не знаю, наверное, все-таки поменьше сложных пациентов и побольше пациентов сознательных. Давайте мы наш с вами диалог таким образом построим. Я вам сначала позадаю наши редакционные вопросы. В процессе у нас пользователи, соответственно, тоже оставляют вопросы в комментариях к анонсу. И мы потом перейдем к вопросам пользовательским. Но редакционные это тоже не то, что придумал редактор, а то, что, собственно, мы собираем с портала Здоровое питание РФ, которые тоже нам, в принципе, поставляют пользователи, оставляя комментарии к тем или иным материалам. Но поскольку мы про питание, Здоровое питание РФ, давайте с него и начнем. Вот какие бы вы сформулировали общие принципы составления и поддержания здорового рациона, которые помогут сохранить зрение с годами? Да, поняла. В профилактике различных глазных заболеваний особое внимание уделяется диете, которая богата витаминами и микроэлементами. Тех, кто заботится о здоровье своих глаз, их меню должно быть полноценным, разнообразным, сбалансированным. То есть оно должно содержать рыбу, молочные продукты, овощи и фрукты. Хотелось бы сказать, что наша тарелка ежедневная должна быть богата продуктами, которые являются источником лютеина, заэксантина, бета-каротина, витаминов АЕС, микроэлементов, цинка, селена. Важная особенность является в том, что все эти вещества, они не синтезируются в нашем организме. То есть мы должны их вызвать? Получать мы их можем только с пищей. Ну, многие говорят, что, ну и что, что я не ем там овощи, фрукты. Я вот пропью БАДы, выпью там какие-нибудь добавочки, и, соответственно, будет у меня зрение острое, как у орла. Насколько это правомерно? Это не правомерно, потому что уповать на БАДы мы совершенно точно не можем. То есть в первую очередь идет речь о здоровом питании, о правильном питании и о натуральных продуктах. Поэтому мы должны употреблять натуральные продукты. И уже если, как дополнительный источник, да, нам не хватает витаминов и микроэлементов, мы можем использовать их в БАДах. Мультивитамин и БАДах. Окей. Прежде чем к рекомендованным продуктам перейти, хочу все-таки задать такой мини-микро вопрос по поводу, ну, не стоп-продуктов, скажем так, а продуктов нежелательных. Что стоит ограничить в рационе человеку, у которого, ну, есть определенные проблемы со зрением, скажем, возрастного характера. То есть, не знаю, дальнозоркость ли, прогрессирующая ли близорукость. Вот мы всегда говорим о том, что там нужно ограничить трансжиры, то есть вот эти все полуфабрикаты. Конечно. О том, что сахар и соль в рационе также нужно ограничить. Может быть, есть какие-то специфические офтальмологические рекомендации? Нет, таких офтальмологических рекомендаций нет, вы абсолютно правы, перечислив эти продукты, потому что, ну, учитывая лица, особенно пожилого возраста, которые имеют массу хронических заболеваний, мы должны заниматься профилактикой атеросклероза, гипертонии и профилактикой этих хронических заболеваний. Поэтому, безусловно, ограничивать трансжиры и сахар, соль. Ну, в том числе сладкие газированные напитки, кондитерские изделия, и никто не отменял правила 400, а кто-то и 500 граммов фруктов и овощей в день, как вы совершенно справедливо сказали. Вот поговорим как раз о фруктах и овощах. Считается, что особенно хороши для здоровья глаз, что это своего рода такие суперфуды, желто-оранжевые овощи, которые содержат бета-каротин и помогают получить, соответственно, при его переработке витамин А. Вот так ли это? И зачем глазам этот витамин? Это так, вы абсолютно правы. Нам для полноценного функционирования сетчатки и вообще органа зрения необходимы каротиноиды. Каротиноиды – это бета-каротин, лютеин и заэксантин. Каротиноиды являются источником бета-каротина. Бета-каротин нам нужен для того, чтобы было чёткое зрение, была хорошая световая адаптация, темновая адаптация, и для того, чтобы не развивались дегенерации различных отделов сетчатки и отделов органа зрения. Бета-каротин – это провитамин А. Поступая в организм, он превращается в витамин А. Из витамина А синтезируется родопсин – это зрительный пигмент, который содержится в палочках сетчатки. Если мы вспомним курс школьной анатомии, то сетчатка представлена двумя видами фоторецепторов – палочки и колбочки. Палочки – это периферическая часть сетчатки, колбочки – это центральная часть сетчатки основная. Палочек намного больше, и отвечают они за сумеречное и ночное зрение. Колбочки сосредоточены в центре, отвечают за контрастное зрение, отвечают за цветовое зрение. Поэтому, если говорить о недостатке витамина А, то, соответственно, исходя из этих функций, можно определить симптомы недостатка витамина А. Да, забыла еще сказать, что каротиноиды являются очень мощными антиоксидантами, они препятствуют старению клеток, они борются со свободными радикалами, предотвращают от сухости кожи и слизистых оболочек. Поэтому симптомы недостатка витамина А как раз и являются сухость, например, роговицы, сухость конъюнктива. Это все объединяется в единый комплекс, который называется ксерофтальмией, сопровождаются болью, светобоязнью, дискомфортом, покраснением. То есть это достаточно выраженные симптомы. То есть если такое наблюдается, то рекомендуется все-таки сдать, наверное, анализ крови на биохимические хроники. Кроме того, нарушается темновая адаптация и сумеречное зрение. И вот по поводу желто-красных овощей. Не только желто-красные овощи, желто-оранжевые овощи и красные овощи, и еще и желто-оранжевые фрукты. Они содержат бета-каротин, и, конечно, очень полезны для наших глаз и нашего здоровья в целом. Представителями желто-красных, оранжевых овощей являются морковь, всем известная тыква, помидоры, перец болгарский любого цвета, и оранжевый, и желтый, и красный. И зеленый. Я еще хотела бы отметить, что нельзя ни в коем случае забывать про зеленые овощи и зелень, несмотря на то, что они не отличаются такой яркой окраской от своих собратьев, скажем так. Они богаты бета-каротином, и употреблять их в пищу тоже необходимо. К этой зеленой группе относятся брокколи, шпинат, щавель, брюссельская капуста, зеленый лук. Да, то, что мы с удовольствием, я думаю, что должны употреблять ежедневно. А вот светлые овощи, не знаю, там, например, цветная капуста по минимуму содержит? Содержит, да, но в меньшей степени. Понятно. Тогда перейдем к другому популярному продукту для глаз. Это черника. Ну, черника, голубика, вот почему-то это вообще какой-то мифический продукт, прям суперфуд для глаз. Почему так сложилось, и что он содержит? Да, это интересный вопрос. Народная медицина вообще широко практиковала применение черники и раньше. Существуют такие факты, что, например, охотникам перед тем, как на Руси собирались они выйти на охоту за несколько дней, им в пищу добавляли чернику. То же самое по поводу времен Великой Отечественной войны. И пилотам перед ночными полетами также в рацион добавляли чернику для улучшения зоркости зрения, для улучшения зрения, качества зрения в условиях низкой освещенности, да, да, ночного, ночного времени. То есть такой прибор ночного видения. Да, некоторый прибор ночного времени. На самом деле интерес к этому веществу, к этой ягоде, он не угасал. И в 80-х годах, в принципе, много ученых, ученые провели экспериментов и выяснили, что в состав черники и относящихся к этой группе ягод содержится большое количество антицианазидов и флавоноидов. За счет этого они получили, эти ягоды, такую окраску темно-фиолетовую. Вот. И были открыты еще некоторые свойства, достаточно очень важные в том, что черника улучшает реологические свойства крови. Она укрепляет стенку сосудов. То есть улучшается микроциркуляция, улучшается кровоснабжение, соответственно, да, сетчатки и других отделов. А вот почему в состав многих венотоников тоже входит экстракт черники, какие-то вытяжки из черники. Кроме того, опять же, все перечисленные нами вещества, они являются очень сильными антиоксидантами. И действительно предотвращают, скажем так, старение клеток, борются со свободными радикалами и способны замедлить многие заболевания. Негативные, да, и в том числе даже злокачественные. И злокачественные заболевания. Абсолютно согласна. Дорогие друзья, ну сейчас у нас сезон черники. Я понимаю, что голубика многим, ну не по карману, прямо скажем, но черника есть в доступе. И не только на рынке можно в конце концов пойти в лес и собрать эту самую чернику. Но, кстати, вот еще попутный вопрос. А другие ягоды фиолетового цвета, шелковица, ежевика, они тоже содержат эти вещества? Да, поскольку имеет такой же цвет и содержат такие же вещества. Ну, собственно, сейчас сезон суперфудов для глаз, дорогие друзья. Поэтому не упустите момент. Многие собирают, замораживают, потом используют. Поэтому вот прямо рекомендации сейчас действительно эти продукты, эти ягоды заготавливать. Еще один продукт, который всячески рекомендуют, насколько я понимаю, окулисты-офтальмологи, это жирная рыба. Это правда, что она помогает? Да, жирная рыба, конечно, помогает нам. Мы все знаем положительные эффекты омега-3 жирных кислот для работы иммунной, нервной системы, сердечно-сосудистой системы. Но также она необходима и для функционирования органа зрения, качественного функционирования органа зрения. Омега-3 жирные кислоты, они обладают такими уникальными свойствами. Опять же, помимо того, что являются также антиоксидантом, они способны вызывать увеличение плотности зрительного пигмента, который содержится в центральной зоне сетчатки. Зона сетчатки отвечает за наше основное зрение. То есть тем самым препятствуя, опять же, развитию дегенеративных изменений центральной зоны, и преждевременного старения клеток. И еще у омега-3 жирных кислот есть такое свойство, что они улучшают работу мейбомиевых желез. Это железки, которые расположены в толще века и выделяют сальный секрет для того, чтобы увлажнялась поверхность глаза. Соответственно, предотвращая от пересыхания нашу поверхность глаза и уменьшая симптомы зрительного сухости глаза. Ух ты! Принято все это. Прямо будем употреблять. А сколько раз в неделю? Например, мы всегда декларируем, и диетологи, вот наш стратегический партнер, физпитание и биотехнологии декларирует, что 2-3 раза в неделю необходимо кушать. Абсолютно правильно, да. В принципе, более частого применения не требуется, этого достаточно. А рыбий жир тот самый тоже стоит употреблять? Рыбий жир, я думаю, что в принципе можно, но не повредит. Но это уже индивидуально. Да, 2-3 раз в неделю жирной рыбы и полужирных сортов достаточно. Это форель, лосось, скумбрия, сельдь та же, тунец, поэтому... А вообще, вот сейчас много достаточно... Ну, понятно, про БАДы мы уже поговорили, что это все индивидуально должно назначаться врачом, и ни в коем случае не надо самолечения. Если прочитаешь, не знаю, какие-то форумы на маркетплейсах, там люди прям вот такое ощущение, что они себе пачками назначают эти БАДы и сами пьют, а вот это помогает, а вот это не помогает. Прежде чем что-то покупать, в любом случае нужно проконсультироваться. Да, безусловно. Вообще БАДы тоже это отдельная история, отдельный вопрос. Поскольку... Что такое БАДы? Это некие биологически активные вещества, которые используются в качестве, скажем так, дополнительного источника витаминов, микроэлементов. Как правило, они изготавливаются из натурального сырья, то есть это вытяжки из растений, также с добавлением жиров, микроэлементов, витаминов. Но вещества в БАДах, они, как правило, содержатся в субтерапевтических дозах, и они же не являются лекарственным средством. Поэтому прежде чем что-то принимать, мы должны быть уверены, что мы можем это принимать. То есть использование БАДов мы можем осуществлять только после консультации с врачом. Но есть такой момент, есть отдельные БАДы популярных брендов, которые имеют свою биологическую активность достаточно высокую и имеют положительное воздействие. Чтобы не быть голословной, могу привести просто несколько данных клинических исследований. То есть проводилось в своё время, это 2006-2009 год, три крупных исследования. Одно из них, АРЭЦ-2, то есть исследовалось влияние лютеина, изоэксантина и омега-3 жирных кислот в сочетании с добавками микроэлементов, витаминов, на возрастные изменения. На рекрессию, да? Да, да, возрастные изменения. И было показано. А на минуточку там использовалось, простите, не использовалось, участвовало 4,5 тысячи человек. Ну, репрезентативно, да, выбор там. И исследование проводилось на протяжении 5 лет. Да, и было показано, что в 18% у пациентов замедлялся темп развития дегенеративных изменений, а у 25% пациентов по сравнению с группой контроля вообще не выявлялось, то есть дегенеративные изменения макулярной зоны. Да. Два исследования карма и люна, они по численности и по длительности поменьше. В карме участвовало 360 пациентов, в исследовании луны там 136 пациентов. И проводилось оно около полутора лет, но, тем не менее, результаты тоже были положительными. То есть на время приёма вот этих вот микроэлементов, добавок, да, антиоксидантов, оптическая плотность зрительного пигмента в центральной зоне, она возрастала. Улучшалась цветовосприятие и улучшалась темновая адаптация сумеречное зрение, то есть улучшалась острота зрения. Ну, в любом случае, условно квалифицированный офтальмолог, мы не будем сейчас называть эти бренды, но он знает о них и посоветует при личном консультации. То есть он может посоветовать, да, у пациента, у которого есть предрасположенность к этим заболеваниям, у которого уже есть это заболевание, чтобы замедлить темпы его развития. И та же история, насколько я понимаю, вот следующий вопрос у нас про травяные сборы для глаз. Это та же история или это вообще плацебо? Вот, травяные сборы. Но вообще фитотерапия известна давно, да, и мы не можем исключать пользу растений тоже. Ведь, в принципе, полезны не только ягоды на чернике, но и листья черники. Но рекомендовать, советовать мы можем только те препараты, которые прошли какие-то исследования, которые имеют какую-то доказательную базу, доказана их эффективность при длительном применении. По поводу травяных сборов ничего подобного не проводилось, поэтому говорить об их эффективности, я думаю, что не представляется возможным. Понятно. Ну, в общем, тогда этот вопрос пока опустим. Тогда совершенно четко хочется сформулировать вред, который несут нашему зрению алкоголь и никотин. Вот как они воздействуют и на сетчатку, и на остроту зрения. Вот, насколько я понимаю, с возрастом дегенеративные изменения с органами зрения у курильщиков, у них значительно больше выражены, да, чем у людей, не курящих. Есть прямая связь. Да, это два основных врага наших, и особый удар они наносят по кровеносным сосудам. Понятно. В принципе, этиловый спирт, он способен расширять сосуды, да, это первоначальное его воздействие, оно длится недолго. Дальше происходит резкое сужение сосудов, спазм, повышается давление. Для пациентов пожилого возраста это очень может быть опасным, то есть иметь опасные последствия. Ну, в принципе, кратковременные какие-то симптомы, да, это покраснение, это дискомфорт в глазах, да, то есть вот бывает даже так, двоение в глазах, ухудшение зрения, расплывчатость, картинка меняется. Меняется. Это при кратковременном использовании, эпизодическом, это регрессирует, но при хроническом употреблении телового спирта, конечно, все эти негативные последствия, они могут приводить к очень выраженному снижению зрения с развитием атрофии зрительного нерва. Достаточно серьезные. Ну, в общем, алкоголь и никотин враги сосудов, а значит, и враги зрения. Дорогие друзья, в общем, думайте и помните об этом, пожалуйста. Никотин то же самое, те же самые эффекты оказывает. В нем содержится около 4000 различных веществ, и 300 из них очень токсичны. То есть никотин и цианиды, они два наших тоже очень опасных врага. В принципе, вызывают те же воздействия, с теми же последствиями для глаз. Да, да, да. И даже люди говорят, вот я со многими общалась, там, профессиональными литераторами, писателями, они говорят, вот я покурю, и у меня сразу на место все встает. Начинаю острее видеть, у меня лучше работает мозг. Но это кратковременно. Это кратковременно, конечно. Головная боль, и нужно еще, еще, еще стимулировать. Ну, то есть получается, что это замкнутый круг некий. Поговорим про детей теперь. Вот, ну, ни для кого не секрет, что сейчас дети проводят огромное количество времени с головой в гаджетах, погруженные в экраны смартфонов, не знаю, компьютеров, ноутов, чего угодно. Вот какие рекомендации для сохранения зрения подрастающего поколения можете дать, кроме того, что запретить, отобрать, и вот что делать? Ну, вы еще попробуйте у них это отобрать. А ну-ка отними, да. А ну-ка отними, да. Конечно, но если без шуток, достаточно серьезная ситуация, потому что, если говорить о детях, да, в первую очередь, конечно, мы говорим о школьниках, которые больше проводят времени за гаджетами. Но я достаточно часто вижу и дошкольников, которые... Да даже двухлеток, которые сидят... Которые сидят, да, с гаджетами, не отрываясь. Они даже едят с ними, то есть родители ставят мультфильмы где-то, да, 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 такое ощущение, что они разлучаются вообще. Да, вот для них, конечно, есть ограничения, но это во многом зависит, конечно, от родителей, как они будут это, да, представлять для ребенка, каким образом, но не более 20-30 минут в день. Что касается школьников, ну, если мы берем, например, учебное время, да, урок, в принципе, не зря придуман по времени в 45 минут. То есть после этого времени глаза должны отдохнуть. Мы должны встать, размяться, чтобы улучшить кровоснабжение, улучшить приток крови к нашим жизненно важным органам. Ну да. Да, хорошо бы, если бы выполнялись в это время какие-то зрительные упражнения. Но если этого не получается, то хотя бы два раза в день нужно выполнять зрительную гимнастику. Она не такая сложная, но на самом деле она позволяет натренировать мышцы, не только натренировать, но и расслабить их, чтобы качество зрения не ухудшалось. Ну и, собственно, тренированные мышцы, они расслабляются лучше, они умеют напрягаться, расслабляться. Конечно, конечно. Так, а вот какую зрительную гимнастику вы посоветуете? Или это тоже все индивидуально и с доктором лучше? Нет, она, в принципе, достаточно простая. Там не так много упражнений, но из основных это касается не только и детей, но и взрослых. То есть нужно, например, свести глаза к переносице, потом посмотреть вдаль и так сделать несколько раз. Затем, например, посмотреть влево, задержать взгляд, вверх также задержать взгляд, вправо и вниз. Закрыть глазки, посмотреть вдаль, открыть глазки, повторить это упражнение несколько раз. Сколько получится? Ну, 5-6 раз это было бы хорошо. Я думаю, что это и для офисных сотрудников взрослых очень актуально. Да, конечно, безусловно, это очень полезно. И на самом деле гимнастика работает. Как бы это ни звучало, зрительная гимнастика, она очень хорошо работает. Ну, как кровоснабжение же увеличивается в любом случае. Поморгать часто, например, да, чтобы тоже не пересыхала глазная поверхность. Частое моргание, закрыли глазки, открыли, посмотрели вдаль, опять часто поморгали. А вдаль это просто сконцентрироваться где-то на предмете, который вдали. Да, на предмете где-то вдали. То есть мы должны перевести взгляд с близкого расстояния на дальнее, чтобы расслабить мышцы. То есть упражнение с морганием. И это стандартных, например, 4 упражнения, их там чуть больше. Сделать вращательные движения глазами против часовой стрелки, закрыть глазки, открыть, посмотреть вдаль. Сделать потом круговые движения по часовой стрелке. То есть повторяя также это несколько раз. Ух ты! В общем, возьму на заметку, потому что иногда, да, очень устаешь в офисе. И вот это вот, мне кажется, что должно сработать. Вот насколько неизбежно снижение зрения с возрастом? Можно ли как-то замедлить, ну, мы говорили же, что с помощью правильного питания этот процесс. А насколько важна, опять же, здесь наследственность? Ну, наследственность, конечно, она важна. Ну, есть такие заболевания, например, как глоукума, да, возрастная макулярная дегенерация. В принципе, она имеет свою наследственность. Передаётся? Передаётся, да. То есть мы можем ожидать, что в поколении будет встречаться также это заболевание. Вот у нас был пользовательский как раз вопрос. Именно поэтому, наверное, окулисты на приёме задают вопрос, спрашивают о глазных болезнях у родственников. Да, обязательно. То же самое касается диабета. То есть, в принципе, если есть в анамнезе диабет и есть диабетическая ретинопатия, то, конечно, тоже нужно пристальное внимание уделять этому вопросу. Так, ну вот насколько неизбежно всё-таки снижение зрения? И когда... То есть это же не происходит по щелчку. Если у человека была пресловутая единичка, когда начинает примерно в среднем, в каком возрасте снижаться зрение, ну, в данном случае в сторону, как правило, дальнозоркости, да, у людей, у которых было нормальное зрение, и как этого избежать? Ну, здесь, скажем так, что избежать, предотвратить – это достаточно сложно. Сложно. Да, и, наверное, о неизбежности я в большей степени бы говорила всё-таки про катаракту, потому что именно её нельзя ни предотвратить, ни остановить, потому что это является естественным процессом в нашем организме. То есть старение хрусталика, он у нас на 30% состоит из белков, на 65% из воды, остальное микроэлементы и витамины. И вот с возрастом, а это где-то начиная с 65 лет, происходит уменьшение количества воды, растворимые белки. Понятно. Их становится меньше, больше нерастворимых белков, происходит процесс, то есть метаболизм ухудшается, происходит процесс помутнения хрусталика. Избежать мы этого никак не можем. Но если говорить о замедлении темпов развития, ну, опять же, таких прямо данных о том, что какие-то волшебные капли, волшебные препараты могут обеспечить замедление темпов развития катаракты, мы, наверное, не будем говорить. Но, опять же, возвращаясь к тем исследованиям, про которые я говорила, вот исследование АРИЦ, применение лютеина из-за эксантина, у них было показано, что снижение темпов развития катаракты было обусловлено приёмом лютеина из-за этих вот веществ. Вот, кстати, мы... То есть влияние на катаракту тоже было показано в этом исследовании. Хорошо. А как часто нужно посещать, ну, здоровому человеку без проблем со зрением, как часто нужно посещать офтальмолога? В рамках общей ли диспансеризации? Или по показаниям? Это очень хороший вопрос, потому что часто мы не задумываемся о том, что что-то может происходить с глазами, да, что могут развиваться какие-то заболевания, потому что мы иногда, ну, в силу занятости, в силу разных моментов, мы можем просто подумать, что глазки устали, перенапряглись, работа за компьютером, там, головная боль, усталость и так далее, да. На самом деле, вот, я думаю, что не только в моей практике и в практике других офтальмологов у меня был такой случай, когда, ну, пациент пожилого возраста на приеме вдруг случайно узнал, что у него один глаз от глаукомы не видит. Он этого даже не заметил. То есть второй глаз еще сохранял высокое зрение, а второй глаз не видел. То есть там была уже далеко зашедшая стадия глаукомы, и пришлось спасать ему второй глаз, чтобы не... Да, появилась такая же ситуация, как и на ослепшем глазу. Поэтому здесь обязательно нужно, даже если ничего не беспокоит, ну, пациентам без каких-то жалоб раз в два года, да, и там от 18 до 64 раз в два года, а после 65 раз в год обязательно наблюдение офтальмолога. Да, офтальмолога. Так, еще вопрос последний наш редакционный, потом перейдем к пользовательским. Вот для взрослых мы поговорили уже про гипнастику для глаз, а если все-таки работа связана с компьютером и телефоном, если вот целый день человек на работе между компом и телефоном, может быть, еще что-то закапывать в глаза? Как вы вообще относитесь к этим, ко всем увлажняющим каплям? Сейчас продаются еще какие-то китайские, либо нет, корейские, по-моему, с ментолом капли, которые говорят, что вся Корея капает. Вот это же, наверное, ну, как бы так, к мертвому припарку, по большому счету. Нет, здесь не соглашусь, да. Что касается взрослых, да, безусловно, если как-то школьников мы, ну, можем постараться дозировать, да, зрительную нагрузку, то если работа связана с компьютером, и человек сидит целый день за компьютером, то мы никак, конечно, на это повлиять не можем. Та же зрительная гимнастика, она очень хорошо работает, но здесь нужно отвлекаться от экрана монитора каждые 20 минут. То есть хотя бы 2-3-5 минут отвлечься, чтобы можно было сделать гимнастику, расслабить мышцы и дальше приступать опять к работе. Ну, например, на записи, на какие-то там, не знаю, в ежедневник вы ручкой пишете, отвлекаетесь от монитора тоже. То есть какие-то дела, не связанные с лицезрением экрана. Да, и по поводу капель. В принципе, когда мы пристально смотрим на экран монитора, что мы делаем? Мы перестаем часто моргать. Точно. А ведь частое моргание, оно как раз обеспечивает увлажнение нашей поверхности. Глазного яблока. Да, глазного яблока. Поэтому, во-первых, нужно стараться часто моргать. И нужно использовать капельки, которые схожи по составу с естественной слезой. О! То есть эти капельки, конечно, вам пропишет офтальмолог. Выбор их огромен. Огромен сейчас. И в зависимости от степени выраженности синдрома сухого глаза, доктор подберет вам соответствующие капли. Потому что вот усталость глаз со всеми вытекающими отсюда симптомами, с болью, с дискомфортом, да, это уже легло в основу компьютерного зрительного синдрома. То есть это уже выделяется в отдельный синдром. И к нему как раз часто присоединяется синдром сухого глаза. Поэтому использование капель здесь правомочное абсолютно. Ну и плюс, наверное, не надо забывать о такой замечательной практике, как цифровая гигиена. Что человек не ложась спать не должен с телефоном, да, прибывать, не просыпаясь, хватать с тумбочки телефона и в него залезать, когда еще там условно полутемно в спальне, и нет достаточного освещения. И вообще начинать день с этого не очень хорошо, прямо скажем. Вообще во всех рекомендациях важным пунктом является именно организация рабочего места. Да, что действительно не нужно и читать лежа, и с гаджетами находиться лежа. То есть должно быть правильно организовано рабочее место, должно быть правильное освещение. Верхний край монитора должен быть на уровне глаз, так, чтобы мы могли отвлечься и посмотреть вдаль. Вдаль. Ну и плюс, чтобы нам не закидывали полу. И плюс, чтобы, да, чтобы не было бликов экрана. В принципе, сейчас экраны выпускаются уже с хорошей защитой, но я не исключаю использование компьютерных очков, которые имеют антибликовое покрытие, которые имеют специальные фильтры, которые защищают нас от пагубного влияния синего фильтра. Поэтому здесь тоже это можно использовать. Окей. Тогда мы, пожалуй, перейдем к вопросам пользователей. Как бороться с лопающимися сосудиками в глазах? В последнее время один глаз каждое утро весь красный. Даже страшновато выглядит. И дискомфорт испытываю физически, и так как появляется как будто пелена. Мне кажется, здесь совет к доктору сразу, да? Здесь, конечно, совет пойти к доктору, обязательно разобраться, в чем причина. Потому что вообще есть тоже такое понятие, как красный глаз, и причин у него масса. Здесь нужно разобраться, в чем причина, и, соответственно, назначить лечение. Соответствующее лечение. То есть это может быть вызвано и какими-то и внешними раздражителями, и внутренними. Конечно, безусловно. Часто при повышении артериального давления происходит покраснение глаз. Иногда, если проблемы есть, выражены с шейным отделом позвоночника. То же самое. Это может быть с симптомом конъюнктивита. То есть здесь нужно... Инфекционная какая-то составляющая. Здесь нужно разобраться в причине. Хорошо. А вот, условно, сейчас очень многие женщины, дамы, я тоже не исключение, делают периодические наращивания ресниц. Вот это не вредит зрению? Зрению это не вредит. Но могут быть разные аллергические ситуации, и это надо, конечно, учитывать. Непосредственно на зрение это не влияет. Ну, то есть просто синдром раздражённого глаза в процессе наращивания, это может быть от клея, просто потом надо следить за своим состоянием. Да, это может быть от клея, конечно. Принято. Так, вот сейчас лето всё ещё, слава богу, и часто приходится людям, у которых так или иначе проблемы со зрением, надевать солнцезащитные очки с диоптриями. Вот это безопасно ли для здоровья глаз? Это безопасно. Это даже нужно делать, потому что тем же самым мы защищаемся от пагубного воздействия в ультрафиолетом. Конечно. Не влияет ли на зрение, ну это тот же вопрос, наверное, регулярное применение патчей под глаза? Нет, на зрение, конечно, это не влияет. То есть главное, чтобы не было аллергии, того же покраснения, реакции синдрома красного глаза, стремление почесать как-то и так далее. Тогда ещё один такой косметологический вопрос, он у меня прям по ходу возник. Многие просыпаются, то есть это тоже, наверное, зависит от общего состояния, с так называемыми кусочками сна, вымывают их, ну там какие-то, какое-то отделяемое. Вот если его становится слишком много, это тоже может свидетельствовать об определённом каком-то инфекционном заболевании глаза? Не обязательно инфекционном, это может быть проявлением какого-то хронического блефорита, нарушением работы мейбомиевых желёз, о которых мы говорили, связанных с выработкой сального секрета. То есть здесь, если это беспокоит, если это сопровождается соответствующей симптоматикой, конечно, лучше тоже обратиться к доктору. Не просто чаем промывать, а сходить к кулисту. Да, если утром промыли, в течение дня этого не появляется, ну, значит, это может быть временное. Да, может быть какая-то ситуация, механические раздражители. Но если это беспокоит, то обязательно нужно обратиться к доктору. Окей. Так, по поводу... Ну, это мы с вами обсудили уже такой вопрос. Как избавиться от ощущения песка в глазах после длительной работы за компьютером? Это компьютерный зрительный синдром, да. И мы используем так называемые слёзозаместители. То есть капельки, которые... Капельки увлажняющие. Увлажняют поверхность глаза. Ну и плюс гимнастику практикуем. Плюс гимнастику. Как убедить... Ну, видимо, наболевший вопрос. Как убедить ребёнка носить очки? Стесняется и постоянно щурится? Ну, конечно, убедить нужно. Но это уже задача родителей, я думаю, да? Как-то найти, подобрать правильные слова и аргументы, чтобы ребёнок не стеснялся. То есть, может быть, где-то ему сказать, что ему очень идут очки. Да, да, или попросить просто загляденье. То есть, здесь нужно подобрать правильные слова и аргументы. Ну и плюс оправу, которую ребёнок должен выбрать. Оправу, конечно, чтобы это эстетически выглядело, и ребёнку это нравилось. Так, говорят, что тиамин нормализует внутриглазное давление. Так ли это? И в каких продуктах есть этот нутриент? Ну, тиамин, как правило, содержится в бобовых. Вот. Но сказать, что нормализует внутриглазное давление, я, наверное, с этим не соглашусь. Не соглашусь, потому что внутриглазное давление нормализует капли, снижающие давление, если вдруг оно повышено. Понятно. А так нормализовать, если оно в норме, нам его нет никакой необходимости. Необходимости, конечно. То есть мы используем, да, только в качестве лечения, уже повышенного давления, соответствующие капли. Это тоже назначает доктор. Что делать, если при ношении очков появляется головная боль и тошнота? Здесь ответ очень простой. Значит, очки неправильно подобраны. То есть менять очки, прежде всего, проверять зрение и менять очки. Так, а есть люди, у которых несколько пар очков, я тоже к таковому принадлежу, там, для чтения, для вождения и прочее. Вот это перескакивание диоптрии, оно не снижает дополнительное зрение? Ну, это не очень хорошо и не очень комфортно. В принципе, всё зависит ещё от того, как вам удобно. Удобно. Ну да, само, как я чувствую. Да, как вам удобно, потому что можно использовать различные варианты. Например, иметь, ну, в зависимости от того, какое зрение, иметь очки вдаль. А если мы работаем за компьютером и вблизи, то есть использовать либо градиент, либо там прогрессивные очки. То есть это можно совместить именно работу на близком расстоянии и работу с компьютером. Ясно. И вот, наверное, пока финальный вопрос из тех, что есть. Ещё потом я от себя один задам. Можно ли поднимать тяжести или рожать естественным путём при высокой степени близорукости? Ну вот это, видимо, тоже человек уже свой такой характерный вопрос задаёт. Да, хороший тоже вопрос. Потому что очень многие интересуются и есть такое некое недопонимание. В принципе, высокая близорукость не является противопоказанием для естественных родов. Обязательно нужно, чтобы офтальмолог осмотрел глазное дно. Если там нет никаких дистрофических изменений на периферии сетчатки, а у близоруких очень часто это бывает, нет предрасположенности к разрывам, к атрофическим зонам, то, конечно, рожать естественным путём можно и поднимать тяжести тоже можно. Если есть какие-то дистрофические изменения, если есть разрывы сетчатки, конечно, это всё отграничивается лазером и здесь уже решается индивидуально, можем мы допустить к естественным родам или нет. Ещё у нас есть глобальный такой вопрос, но мы, в принципе, его озвучили, но, может быть, это как раз будет итогом нашего с вами разговора сегодняшнего. Пользователь спрашивает, как можно сохранить зрение? Мне кажется, мы об этом сегодня достаточно подробно поговорим. Правильное питание, здоровое жизнь. Правильное питание, конечно, ведь в группе риска по ухудшению зрения находятся люди, которые ведут неправильный образ жизни и имеют хронические заболевания, поэтому вести здоровый образ жизни и правильно питаться – это залог успеха, я думаю, и залог здоровья наших глаз. Я полностью с вами согласна. И у меня последний, наверное, финальный на сегодня вопрос от себя. Насколько, вообще при каких нарушениях зрения есть ограничения в физической активности, если не считать людей, у которых операция была на глазах, и чего они касаются, то есть кардио или нагрузки, того самого поднятия тяжести, то есть силовых каких-то тренировок. Вот что имеет смысл ограничить и, как бы, может, вообще не ограничивать? Ну, да, тоже очень хороший вопрос и очень важный, актуальный. Касается это, опять же, людей, ну, кстати, не только дистрофические изменения сетчатки на периферии, бывают у близоруких людей, это чаще у них встречается, чем у категории других пациентов. Но обязательно должна быть осмотрена сетчатка, то есть должны быть проведены профилактические осмотры. Если нет никаких изменений, то никаких ограничений, в общем-то, нет. Если есть изменения сетчатки, которые в перспективе могут привести к отслойке сетчатки, здесь, соответственно, да, врач обозначит те ограничения, которые должны быть. Ну, вот, наверное... Да, и есть какие-то еще заболевания, которые, скажем так, в активной форме. Например, если касаемо эндокринологии, есть пациенты с диффузным токсическим зубом, у которых развивается так называемая эндокринная офтальмопатия, то есть пучеглазия, да. И в активной форме, конечно, здесь тоже есть некоторые ограничения по физической активности. Ну, то есть все в данном случае так же индивидуально? Все индивидуально, и так же, да, решается непосредственно с доктором. То есть он обозначит те рамки, которые нужно соблюдать. Дорогие друзья, мы, мне кажется, ответили на массу вопросов, провели достаточно насыщенный, пусть и небольшой по хронометражу эфир. И спасибо огромное Елене Григорьевне. Еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. А вас, дорогие друзья, призываю не только в день офтальмолога, но и круглогодично питаться так, чтобы зрение ваше оставалось зорким, а органы зрения здоровыми. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Да, всем здоровья и здоровья ваших глаз. Спасибо. 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 Спасибо.